Как дела? С вами Зимон. Взгляните на этого скелета. Мои оценки ему не одна тысяча лет. Мифы гласят, что задолго до нашей эры существовала древняя цивилизация, где жили сверхлюти, магические существа, и было огромное количество волшебных артефактов. И да, имя ей было Древняя Греция. Посмотрите, да, это медуза Гаргона. Один взгляд на её лицо обращал человека в камень. Вообще, таких мифических существ тут сотни, и как вы уже поняли, сегодня я попробую выжить тут 100 дней. Один из ярких представителей этого времени Зевс, повелитель неба, грома и молний. Нам предстоит поднять его доверие, чтобы получить сверхспособности, например, возможность ударять молнией. Офигеть, посмотрите, я могу бить молнией! Гладиаторские битвы в Колизее, поиск затонувшей Атлантиды, разгадка многих мифов и сражения с самыми сильными существами. Да, тут я ради этого. С вами Зимон, это 100 дней хардкорного выживания в Древней Греции. Если вы ещё не подписаны на канал, то это нужно скорее сделать, чтобы не пропускать новые серии. Давайте наберём 50 тысяч лайков, а также у меня вышел мерч, который можно купить по ссылке в описании. Ну что ж, приятного просмотра, погнали! Окей, ребятки, первый день. Первый день, Древняя Греция. Я очутился где-то на дороге, и на меня сразу решила напасть Гарпия. Ай, она бьёт меня! Что за летающая женщина? Это тигр! Ааа, господи, у меня 3,5 хп! Ребятки, ё-моё! Убегаем! За мной бежит или тигр, или лев, я не знаю. Так, тут какой-то дом. Срочно поднимаемся наверх каким-то образом. Да, выживание началось уж очень хардкорно. В ближайшие минуты я просто бегал вокруг дома, пытаясь зацепить какие-то блоки, чтобы забраться на второй этаж. Ааа, уйди! Если я сейчас помру на первый день, это будет очень жёстко. Всё, есть, я спасся. Окей, как вы поняли, мы попали в Древнюю Грецию, и я сразу вижу какую-то статую. Это на меня напали, оказывается, Гарпии и львы вокруг ходят. Ладно, будем смотреть, куда это мы залезли. Древняя Греция, Древний Рим, это то, где мы будем с вами выживать. Вокруг места, где я появился, было много всего интересного. Например, статуя Зевса и другие постройки древнегреческой мифологии. Так, ладно, домик неплохой, возможно, мы сделаем свой первый дом здесь. Солнце уже конкретно поднимается. Кстати говоря, смотрите, вот там вот есть какая-то статуя. Туда надо будет обязательно сходить. Настало время думать, что же делать с тем самым тигром, который ожидает прямо меня на первом этаже. Я решил просто прыгнуть и бежать, и, в принципе, это сработало. Я уже хочу очень исследовать этот мир, потому что тема Древней Греции мне очень интересна. Я вообще очень мало знаю, что о Древней Греции. Смотрите, там человек, кто ты? Скажи свое имя. Окей, ладно, здесь нормально, что люди гуляют прямо рядом со львами. Ничего необычного, древняя Греция. Золотав в сундуке, нашел там огниво, рубин, яблоки и дубинку. Что было очень кстати, учитывая, что прямо под ногами у меня был лев. Мне дали достижение, собираюсь в клуб. Это смешно. Смотрите, тут есть статуя Афродиты, как мне кажется, вроде бы очень похожая, и вокруг очень много цветов. Осмотревшись немного, я наконец-то начал добывать дерево, поставил верстак, сделал себе инструменты и добыл немного камня. Так, корова, имей в виду, там лев. К сожалению, у меня пока что нет такого дерева, как здесь используется, так что я буду пытаться закрывать дырки всеми, возможно, без способами, какими могу. Да, конечно, первый день был насыщенным весьма, меня чуть не убили, но думаю, что завтра мы уже будем более уверенно себя чувствовать на этой местности. Доброе утро, друзья, уже второй день, и посмотрите, прямо сейчас солнечный свет проходит через наше окошко. Да-да, это окошко, а не щель, как вы могли подумать. И что ж, сейчас мы будем продолжать выживать, давайте выйдем на улицу, посмотрим, что изменилось. И, в принципе, всё нормально. Думаю, что сегодня будем добывать дерево и добыть, на самом деле, уже железо, чтобы сделать себе нормальную броню, потому что пока что у меня её что-то нету. А ну-ка, ребята, смотрите, тут какой-то воин, и он, кажется, хочет на меня напасть. И тут я сразу же затестировал новый мод на боёвку, в котором я могу не только уклоняться от ударов, а также делать комбо. Очень сильно они сносят здоровье, ребятки, надо быть аккуратней. В общем, на боёвку очень крутой мод, реально, посмотрите, какие реалистичные тут движения, и ещё присаживаться можно красиво, смотрите. Вообще, я как рыцарь. Больше всего меня бесили львы, потому что они были везде и нападали без причины. На второй день у меня была задача по максимуму добыть ресурсов, но мне постоянно кто-то мешал. Тем не менее, я нашёл небольшой разлом, где были ресурсы по типу угля и железа. И я очень надеюсь, что нам попадётся железо, потому что, ребята, тут повсюду львы, разбойники, и пока я ещё не встречал всяких мифологических существ. Всяких медуз-горгон, минотавров и так далее. Вот, тут только какая-то лошадь непонятная с ногами цапли. Я вообще не знаю, на самом деле, что это. Девушка, здравствуйте, а вы какими судьбами здесь? Девушка, шли бы вы домой, тут знаете, сколько разбойников обитает. А ну-ка, девушка, давайте, 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 кто вас защищать-то будет? Всё, я спас девушку, ребята, я что-то на уровне благородного воина. Окей, смотрите, тут есть какая-то ещё руда. Оказалось, что это была железная руда, просто в песчанике. До конца второго дня я добывал ресурсы, и добыл достаточно большое количество. Окей, солнце уже садится, я думаю, что можно добыть ещё немного дерева и уже двигаться домой. Ё-моё, это лев, это лев, ещё один лев, да что ж такое-то? За мной бегут два льва, кому расскажешь, никто не поверит. Третий день, и он начался с того, что я решил создать себе железную броню и инструменты. Это было правильным решением, потому что всякие разбойники, львы и другие существа могут нас убить практически с одного удара. Окей, супер, теперь у нас есть хоть какая-то броня. Утром я также заметил, что около моего дома на больших деревьях скапливается огромное количество гарпий. Они постоянно мне мешают, и я подумал, что у них там спавнеры. Это надо проверить. Они, честно сказать, постоянно на меня нападают и мешают жить. И мне кажется, вот в этих вот деревьях они спавнятся. Звучит как вариант. Во всяком случае, я хочу это проверить. Крипер! Как обычно. Мой дом, честно сказать, выглядел не очень. Но на это не было времени, и надо было бежать сражаться с гарпиями. А ну-ка! Нормально, нормально, уже не так много сносит, так сказать говоря, с них падает перо. Можно будет сделать лук. Отлично, еще одна! Так, нормально, нормально, нормально. 4 хп, но в принципе нормально, справляемся. Я прям был уверен, что наверху деревьев там находятся их гнезда, а значит и есть спавнеры. Если они все же там есть, то их нужно было сломать. Стоять! Так, отлично, надо сломать спавнер. Да, здесь есть спавнер, ребятки, ломаем его. Отлично, посмотрите, что это выпало. Пирид Орб. Я, честно сказать, не знаю, что это. Если кто-то знает, напишите в комментариях. До конца этого дня я разобрался со всеми гарпиями и уничтожил все спавнеры. И сегодня я хотел бы еще успеть сходить вот к этой статуе Зевса. Я думаю, что там должно быть что-то интересное. Главное не наткнуться на этого льва. Ну ладно, погнали. Окей, съел последнюю морковку. Эй, кто из вас возьмется заготовку? Заценили эту подготовку. Заготовку. Йоу. Прошло всего три дня, но выживание в Древней Греции уже является одним из моих любимых. Я уже хочу исследовать поселения, находить всякие интересные сокровища, создавать вообще свою империю. Но все по порядку. Там, смотрите, скелеты валяются и какая-то шкатулка. Окей, завтра посмотрим. А пока что давайте двигаться к статуе Зевса. Ребята, посмотрите, там лев. Так, окей, надо аккуратненько его обойти. Пока что, ребят, самое страшное, что я тут встречал, это действительно львы. Их просто очень много. И они просто с двух ударов тебя уничтожают. Так, смотрите, статуя ближе, чем я думал. Окей, что таит в себе Зевса? Давайте посмотрим. Просто статуя. Должен же быть тут какой-то, какой-то, какой-то тайничок. Опачки, это что такое? А ну-ка, смотрите, тут есть лестница. Стоять. Ты кто такой? Статуя Зевса. Когда я нажал на статую Зевса, мне открылось менюшка. В этом меню я мог посмотреть свою репутацию и как ее поднимать. Свой уровень, существа и врагов. Скорее всего, подняв уровень до максимума, рано или поздно я смогу встретиться с самим Зевсом, который сможет поделиться со мной своей суперсилой. Но пока что об этом остается только мечтать. И для начала нужно заслужить, как я понял, уважение этого самого Зевса. В древнегреческой мифологии Зевс считается богом неба, грома и молний. Считается, что это один из самых главных древнегреческих богов. И мне кажется, если мы получим его расположение, то точно сможем быть лучшими в этом выживании. Четвертый день. Сегодня, наконец-то, я решил заняться домом, потому что на это просто страшно смотреть. Домы, мы дровосяки. Весь четвертый день я добывал пальмовое дерево, потому что именно из него был сделан мой ветхий дом. Также, пока я добывал дерево, я находил руины, в которых были сундуки с прикольным и достаточно полезным лутом. В этот день я старался добыть как можно больше дерева, но все равно не забывал о том, чтобы сажать саженцы заново. Пятый день, и сегодня я принялся разбирать все то, что я тут нагородил. А вторым этапом, наконец-то, делать нормальные стены и нормальные оконные проемы. Сходил за песком и поставил переплавляться его, чтобы получить стекло. И у нас теперь, наконец-то, было настоящее окно. На шестой день первым делом я сделал лук из стрелы. Окей, друзья, шестой день, и посмотрите, кого я там вижу. Это что ни на есть самые настоящие огры. Окей, ладно. Я-я-я-я-я-я не знаю, дружелюбные они или нет, но это надо бы сейчас проверить. Так, аккуратненько. Определенно, скрафтить лук, это было лучшим решением этого дня. Есть. А ну-ка, если попробовать, чисто вот в рукопашку сейчас. Давай, давай, давай. Идея не очень, честно сказать, потому что хп, они очень много сносят мне. Погнали. Еще чуть-чуть. А, полтора хп, это жесть. Окей, теперь время осмотреться. Посмотрите, здесь офигеть, какое огромное количество скелетов. Видимо, это была какая-то битва. Посмотрите, тут летает какой-то призрак. Ладно, он вроде бы дружелюбный. Опа, ботинки мумии. Неплохо, неплохо. И какая-то шкатулка, ребята. Давайте попробуем ее сейчас открыть. Ё-моё, чё это было? Офигеть, я вызволил каких-то фей непонятных и пчелок. Окей, ладно, я честно не знаю, что это. Но мне бы найти немного еды, потому что у меня всего 2,5 хп, а еды вообще нету. Окей, опачки, тут есть морковочка. А ну-ка, что это у меня сверху появилось такое? Гигантский вепрь? Конечно же, в моменте мне стало страшно, потому что шкала сверху обозначает, что это босс. Так, окей, мне немного страшновато, ребят, честно сказать. Я прям уверен, что он там. Пчелки, вы как думаете, вам не страшно? Во всяком случае, я думаю, что можно еще немножко посмотреть. Тут опять же морковочка. Кирочка неплохая, так сказать. И не нужна какая-то фигня, заберем все. Так, о каюшке. Гигантский вепрь. Блин, мне даже интересно посмотреть, как он выглядит. Посмотрите. Офигеть, какой огромный вепрь. Ты дружелюбный? Иди-ка сюда. Хотя, как он может быть дружелюбным? У него же сверху полоса хп. Ё-моё, господи, офигеть. Мы с ним справимся, ребята. У него, в принципе, не так уж и много хп. Но это наш первый мини-босс в этом греческом выживании. Я думаю, что в рукопашку лучше на него не идти и отстреливать с лука. Окей, я двигаюсь быстрее него. Это, на самом деле, хорошая, хорошая, позитивная нотка. Так, так, еще чуть-чуть, еще чуть-чуть. Ай-яй-яй-яй, надо бежать. Так, перекусить по морковочке чуть-чуть, чтобы восстановить хп. Ага, вот и как ты пробьешь мой щит? Никак. Немного страшно, ребят. Погнали, 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 погнали. Еще чуть-чуть. Так, лучше с лука, лучше с лука, ребятки, лучше с лука. Ах, готов. Жалко, что в этом выживании нет более современных инструментов для борьбы с монстрами. С ними я бы вмиг управился. Но, кстати, я знаю, где есть. Встречайте! Кроссаут Мобайл! Это экшен для твоего смартфона, где ты сражаешься на машинах, созданных самостоятельно из сотен деталей. Ты можешь выполнять захватывающие миссии или бороться за звание победителя с другими игроками. В твоем распоряжении огромный арсенал оружия и частей для создания твоего крафта. Используй пулеметы, ракетницы, лазерные пушки, мини-ганы и многое другое. Танки на ховерах, роботы с огнеметами, маршрутки с ускорителями. Построй все, на что хватит фантазии. Изучай карту мира и выбирай себе задания. В Кроссаут Мобайл есть и ПВП, и ПВЕ. Но атакуй врагов с умом. Уникальная система повреждений позволяет отстреливать отдельные детали на машинах врагов. Оставь противника без оружия или колес. А потом добей. Игра доступна на iOS и Android. Переходи по ссылке в описании, качай бесплатно Кроссаут Мобайл и получай подарки по моему промокоду ZIMON. Но успей их забрать, предложение действует только до конца января. Удачи! Все, ребят, мы уничтожили вепри, это была крутая битва. Давайте посмотрим, что нам с него выпало. Так, две кожи и ухо вепря. А также клыки и вепри. Наверное, из этого что-то можно будет скрафтить. Посмотрим. А в пещере было очень много руды. Алмазы. А также сундуки с прикольным лутом. На самом деле, посмотрите, тут еще алмазы. Офигеть, давайте добудем все алмазики, которые у нас тут есть. Офигеть, уже шесть алмазов. И там еще один, ребята. Вот это вот вообще кайф. Ладно, солнце уже садится. Я сейчас побегу домой. И завтра я думаю, что всю эту руду добуду. Потому что здесь действительно ее очень много. Так, доброе утро, ребята. Это мои фанатки. Познакомьтесь. Могу ли я узнать ваши имена? Думаю, что лучше не надо, друзья. Посмотрите, я и так разломал их спавнеры. Они что-то ко мне пришли и что-то хотят. Автограф, что ли, или чего? Как я и говорил, весь седьмой день я просто добывал руду. И добыл достаточно много. Так, вроде бы я все добыл, ребята. Но если что, еще вернусь чуть позже. Добуду вот это вот железо. Посмотрите, сколько у нас ресурсов. Да тут было достаточно проблематично в некоторые моменты что-то доставать. Но, в принципе, все. Восьмой день. И сегодня начинается любимая часть любого моего выживания. Это стройка. Конечно же, речь шла о моем доме. Там, где я живу, храню свои ресурсы, сплю ее. За первый день я смог сделать склад, а также начал убирать второй этаж, чтобы на его месте возвести новый. На девятый день я полностью занимался вторым этажом. Получилось очень круто, мне нравится. К вашему вниманию, я представляю свой дом в хардкорном выживании 100 дней в Древней Греции. Окей, дом красивый, конечно, но я красивее. Доброе утро, друзья. И посмотрите, у нас гости. Странник, видимо, хотел на мне заработать. Но, к сожалению, у меня не было изумрудов. Поэтому печалька. Он сегодня остался без денег. А ламы у вас красивые. Биба и Боба. Окейшки, друзья, сегодня хочу дойти вот до той вот башни. Я не знаю, может быть там бандиты, может быть там наоборот хорошие мирные жители. Учитывая, что мы видели девушку вблизи этой башни. Сейчас нам стоит это проверить. Я на всякий случай взял с собой лук, меч. И, в принципе, могу сказать, что тут бандиты, да. Это бандиты. Боевая система в этом выживании была необычная. И к ней нужно было привыкать. Моментами, конечно, это сражение было очень хардкорным. А ну-ка, есть, отлично. А, вот, прячешься за лошадью. Одно хп, как я вообще выживаю в Майнкрафте? Офигеть, просто везет каждый день. Окей, так, вроде бы все. Морковочка есть, кушаем. Господи, как бы тебя назвать? Я даже не знаю, что это за лошадь такая, ребят. Если знаете, напишите в комментарии. Я вообще не хз, что это. Окей, посмотрите, тут есть деревянный тяжелый арбалет. Но, к сожалению, из арбалета у меня пострелять не получилось. Потому что для него нужны не стрелы, а болты. А у меня их не было. Посмотрите, мне выпал железный большой меч. Один из Созерон у него. Офигеть. Посмотрите, сколько у них тут запасов. И кастрюлька есть с супчиком. Ммм, как вкусненько, я хочу покушать. Весь остаток десятого дня я осматривал и лутал этот лагерь разбойников. Так, получается, я не со всеми разобрался? Все, готово. За сегодняшний день наше выживание пару раз чуть не закончилось, когда у меня оставалось одно или полсердечка. Но, в первую очередь, нашей наградой была целая гора овощей и фруктов. Я уже начал задумываться, что пора бы уже сделать нам свою ферму. А пока что продолжаем лутать лагерь. Морковка, вау. Это что, хлеб? Это реально хлеб, ребята, гляньте. Окей, давайте посмотрим, что еще мы здесь у них можем найти. Во-первых, посмотрите, какой-то мини-склад вот такой вот. Получается, здесь у нас есть сундучок, в котором есть сладкие ягоды и как раз-таки болты. Давайте попробуем зарядить сейчас деревянный наш арбалет. Так, зарядили и теперь можем стрелять. Так, зарядили и... Офигеть, очень крутая штука. Она, кстати говоря, наносит урона. Тут, короче, не написано. Опа, посмотрите, еще одна шкатулка. Давайте попробуем ее открыть. Ага, загадочная рагу. Ну и самое, наверное, крутое, что я нашел тут, это кольцо. Любопытное кольцо. Так, я что-то не знаю, надо ли мне его одевать, но давайте попробуем взять, может быть, попробуем одеть. Так, а ну-ка. О, добавляет спешку. Я так понимаю, что я быстрее бегаю или что? Или даже я быстрее добываю что-то? Да, посмотрите. Я могу и бить быстрее, и прицеливаться, как я понимаю, быстрее. В общем, по поводу спешки, ребята, если кто-то знает, напишите тоже в комментариях. Офигеть, какое крутое кольцо. И вот, я уже бежал домой, как вдруг за мной начал гнаться лев. А я напоминаю, что они тут очень опасны и убивают практически с одного удара. Ё-моё, я упал! У меня битва с тиграми сейчас начнется! Держись, Вова! Ё-моё, ребята! Мне дали какое-то достижение, и посмотрите, у меня есть кожа льва. Ага. Блин, они очень опасны, на самом деле, несмотря на то, что у меня крутая броня, и уже к этому дню нифиговое такое бандирование, все равно львы достаточно жесткие. Окей, ладно, мы залутали эту башню. Была прикольная битва, но на самом деле моментами чуть вообще не закончилось выживание. Так что надо быть аккуратным. День уже подходит к концу, сейчас все разортирую и будем ложиться спать. Наступил одиннадцатый день, с утра шел дождь, и честно сказать, то, что произошло с утра, просто поверг на меня в шок. Появился тот самый древнегреческий мифический персонаж, которого мы ищем. Что это на улице, там такое? Офигеть! Это что, Зевс? Приветствую тебя, я Зевс. Если хочешь встретиться со мной и получить мою силу, то тебе придется постараться. Помогай людям в округе, поднимай свое доверие ко мне, и тогда мы встретимся. До новых встреч и удачи. Че за жесть? Я уже устал таким голосом считать, блин. Конечно же я был в полном шоке. В первую очередь от технической составляющей. Каким образом он вообще тут заспавнился? Мне уже кажется, что ребята из моей команды, которые подготавливали это выживание, вообще уже могут все, даже писать собственные моды. Весь одиннадцатый день я особо из дома никуда не выходил, потому что из-за дождя было огромное количество монстров на улице. А вот на двенадцатый день я решил, что пора бы уже сделать свою ферму. Так что, ребятки, сейчас я буду выравнивать тут ландшафт. Не знаю, на сколько дней у нас это затянется, я постараюсь управиться за один-два дня. Потому что даже если так подумать, если здесь будут появляться какие-то существа, которые захотят меня убить, то они вот здесь вот спокойно к нам поднимутся. А я думаю, что лучше бы они к нам не поднимались. Изначально я начал подготавливать территорию для своей фермы. Не просто подготовил, а также стилизовал, добавив песчаник и известняк. Далее я начал уже копать лумки для воды и вспахивать уже всю землю. Под вечер я сделал пару светильников, чтобы монстры сюда не проходили и во всяком случае тут хотя бы не спавнились. На четырнадцатый день я полностью закончил ферму, засеял картошку, морковку и пшеницу. Получилось весьма круто, смотрите. Доброе утро, друзья. И что ж, сегодня я хочу сгонять к статуе Зевса и немного преподнести ему алмазиков. Также, например, клык вепря, насколько я помню. И я думаю, что это всё получается, наверное. Да, скорее всего, но попробуем дать ему четыре алмаза, чтобы точно прокачать второй уровень. Поднявшись к статуе, я отдал все свои алмазы, клык вепря и всё равно не получил новый уровень. Чего мне не хватило, ё-моё! Окей, ладно, я могу взглянуть ещё за волшебными перьями, у меня их достаточно много. Вернувшись с перьями, я их отдал и, наконец-то, прокачал свой первый уровень. Но... всегда есть но. Окей, я, честно сказать, не знаю, что мне это дало, по-моему, ничего, но... Во всяком случае, мы прокачали первый уровень и надо ещё девять. Шестнадцатый день и сегодня я решил двигаться дальше, осмотреть те местности, которые сильно удалены от моего дома. И первым делом я встретил какой-то алтарь с очень, ну очень опасными и хардкорными рыцарями. Окей, ребята, посмотрите, там какие-то стражи и там... там что-то золотое подвешено, видите? Окей, я, честно сказать, даже не могу представить, что это, но я чувствую, что лучше всего мне зарядить арбалет. И когда один из рыцарей сделал по мне первый удар, я понял, что с ними шутки плохи. Офигеть! Два хп осталось, ё-моё! Самым лучшим способом было построить столб и с него их потихоньку обстреливать. По итогу, еле-еле с первыми двумя я разобрался. А ну-ка, смотрите, с него какая-то книжка выпала. Да, конечно, этим мобам мне не по зубам, ребята. Отлично! Офигеть, у меня полтора хп осталось, я вообще не знаю, как я выживаю в этом выживании. Ещё одна из крутых вещей, которая произошла на 16-й день, это то, что мне с этого моба выпала книжка скилла. Это очень редкое явление, и я этому был очень рад. И эта книжка позволила мне изучить бонусный скилл, который давал дополнительный урон от каждого моего удара. Я думаю, что это нам пригодится. Мне казалось, что я сражался с рыцарями уже вечность, но по итогу я смог их всех победить. Посмотрите, это что-то мистическое, здесь подвешен якорь. Может быть, это связано с Посейдоном или же Атлантидой, не знаю, ладно, тут есть какой-то ящичек, я думаю, что можно посмотреть, что там. В сундуке были сапоги, шлем, а также очень крутой артефакт. А также есть ароматный цветок, удерживайте шифт для подробной информации. Если вкратце, то этот артефакт позволяет пчелам вокруг сражаться за вас. Посмотрите, у меня на голове цветок, мне кажется, это очень прикольно, но немного бесполезно, потому что пчел пока что вокруг я не видел. А ну-ка, друзья, это что, римский флаг? И действительно, я нашел первое древнеримское поселение. Это Александрийская усадьба. Семнадцатый день, и вы даже не можете представить, кого я встретил в этой усадьбе. И у них тут очень красиво, посмотрите, какие мостики, какие домики здесь. Я так понимаю, это небольшое поселение, а скорее всего, это усадьба. Так, и вот это здание выглядит весьма крутым. Офигеть, посмотрите, тут еще вот такая вот статуя есть. Пишите в комментарии, кому поставлена эта статуя, посмотрим, насколько вы хорошо знаете Древнюю Грецию. Так, а у нас здесь что это получается? Посмотрите, ребята кого-то охраняют. Офигеть, да ну ладно, ребята, офигеть. Юлий Цезарь. Я встретил молодого Юлия Цезаря, и он сразу решил дать мне задание. Приветствую тебя, воин. Какими судьбами к нам? Если хочешь позаработать, то работка есть. Неподалеку от нашей усадьбы находится лагерь разбойников. Они воруют у нас урожай. Найди и разберись с ними. Взамен получишь монетки, а также кое-какую интересную информацию. Я решил отправиться по координатам, и, судя по всему, этот лагерь находится около моря. А ну-ка, ребятки, я их, кажись, вижу. 17-й день, и мне уже, в принципе, с ними достаточно легко справляться. А вспомните, что было в самом начале, мы от них чуть не погибали. У меня на грудник сломался, блин. Ай, лев! Лев, 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 лев! Ё-моё! Пол, полтора хп! Полтора хп! На тот момент у меня пробежался холодный пот. Если вы видели у какого-нибудь Майнкрафтера хардкорнее момент, чем был этот со львом, скиньте обязательно мне и напишите об этом в комментариях. Я реально не знаю, ребят, как я выжил, это было просто жесть. Вы представляете, в один момент выживания всё могло закончиться. Ни в одно выживание мне так не везло, как в этом, это полный трэш. Когда лев всё-таки от меня отстал, я вернулся обратно в лагерь. И, кажется, я всех разбойников уже перебил. Так что я начал осматривать сундуки, и тут был весьма неплохой лут. Например, посмотрите, какой прекрасный нагрудник я тут нашёл. Так, окей, здесь есть ещё бочки. Офигеть, это что, виноград? И какой-то, посмотрите, железный длинный меч. Девять урона, а ну-ка. Выглядит он действительно длинным. На восемнадцатый день я решил вернуться в усадьбу и сдать нашему Цезарю задание. Ты сильный воин, я доказал это на деле. Я думаю, ты знаешь, что такое Атлантида. Затопленный древний город, о котором ходят мифы и легенды. Говорят, там скрываются огромные сокровища и тайные знания. Все пытаются его найти, но ни у кого так и не получилось. Недавно мой солдат увидел обломки корабля рядом с берегом. Вот координаты. Скорее всего, это ещё один корабль, который возвращался из поисков этого таинственного города. Но почему-то на пустом месте потерпел крушение. И обломки вынесло на береговую линию. Возможно, тебе удастся найти там какие-то зацепки. Ну всё, ступай, спасибо за помощь. На девятнадцатый день по координатам я отправился к обломкам. Атлантида это очень интересная часть мифологии, так что мы обязательно должны её найти, если она тут есть. О, каешки, друзья. Кажись, я вижу кусочки корабля. Под водой обязательно надо перекусить. Окей, кусочек корабля достаточно небольшой, хотя посмотрите, какой у этого корабля нос. А под водой мне сразу попалось огромное количество утопленников. Так, ну ладно, сейчас мы разберёмся достаточно быстро, я думаю. Я чувствую себя водолазом, который ищет какое-то сокровище. И тут я открываю ящик, там оказывается много золота, книга с пером и какое-то зеркало. Потихоньку я лутаю ящик за ящиком и выношу всё на берег. Мы нашли Атлантиду и тут указаны координаты, посмотрите. Да ладно, ребята, если я в этом выживании найду Атлантиду, это будет офигительно. 20-й день подарил мне очень крутой предмет, а может быть скорее это был Зевс. Придя к статуе Зевса, я обнаружил, что у меня третий уровень и мне выдалась молния Зевса. Просто к примеру. Офигеть, посмотрите, я могу бить молнией. Прокачал третий уровень Зевса, офигеть. Теперь у меня есть вот такая вот молния, это очень круто. Единственное, она, конечно, тратится, так что мы будем с ней аккуратно и будем её хранить. 21-й день я решил походить по шахтам и наткнулся на вот такую вот шахту с динамитом. Подумал, что у меня как раз-таки есть молния Зевса и я могу её ударить. Я не понял, эй, что не сработало? Ладно, сгоняйся с зажигалкой. Супер, вот так вот я понимаю, вот так вот надо открывать эти проходы. Сразу скелетики, офигеть, посмотрите, как я их молнию ударил. Если вкратце, то 21-й день, 22-й день я провёл в шахте. Добывал огромное количество железа. Но помимо этого, мне встречались ещё необычные существа. И они были далеко не мирными. Погодите, там кто-то прошёлся. Это что, минотавр? Это минотавр, блин. Так, их тут несколько. Офигеть, а это что за моб? Ё-моё, лучше бы я в пещеру не спускался, блин. Окей, я даже не знаю, кто это, ребят. Вообще, было очень весело, потому что опять в сотню раз меня чуть не убили. И по итогу я понял, что, наверное, хватит и надо выбираться на поверхность. Окей, ребятки, в шахте вчера я нашёл вот такой вот поводок и подумал, почему бы мне не сделать человека, который, ну не совсем человека, а голема, который будет охранять мой дом. У меня как раз-таки тут переправилось огромное количество железа. Сейчас мы его это всё заберём. Офигеть, посмотрите, как много. Два стака. Возьмём сейчас тыковку. Да, конечно, тут волный беспорядок. Я потом приберусь, обещаю вам. И сейчас, ребятки, сделаем 4 железных блока. Простым образом мы делаем нашего голема. Я не понял, почему не работает. Но оказывается, нужны были ещё ножницы. Готово, супер, посмотрите, теперь у меня есть голем. Напишите в комментарии, ребята, какое мы дадим ему имя, и я выберу и в следующей серии озвучу. А сейчас, ребята, пришло время собираться в большое путешествие. 24-й день. Это выживание не только про то, что мы строим дом, делаем ферму, разбираемся с монстрами, которые на нас нападают, и ходим в шахты. Это выживание ещё про путешествия, про исследования. Моя команда сделала огромную карту, и у меня есть возможность путешествовать и изучать разные культуры. Найти Афины или тот же самый Древний Рим. Я понял, что на 24-й день мы можем выбраться в наше первое мини-путешествие. И оно, я скажу вам сразу, принесло плоды. Окей, ребят, я уже бегу достаточно долго по этой дорожке. А ну-ка посмотрите, что это там? Какое-то огромное здание! И да, ребята, это был Колизей. Я очень надеялся, что мне удастся там посражаться с гладиаторами, и это будет не просто постройка. И знаете, было куда круче, чем я представлял. Посмотрите, там циклопы, а это, кажется, реально Колизей. А ну-ка, они уже идут на меня. Как я понял, циклопы охраняли это огромное историческое здание. И охраняли его достаточно хорошо, но по итогу я всё равно с ними справился. И мне, посмотрите, выпукл глаз циклопа, неплохо. Окей, посмотрите, Сентурион Армор Хелмет. Блин, вот этот шлем уже выглядит намного круче, и, кстати говоря, брони даёт намного больше. Окей, посмотрите, вот этот скелет выглядит не очень тут на фоне. И ещё один. А ну-ка, тут кто-то есть. С ним можно поговорить? Свету ты сильный воин, не хочешь попробовать сразиться на нашей арене? Только условие одно, ты не будешь знать, против кого будешь сражаться. И, конечно же, я согласился. Но когда я увидел, против чего я буду сражаться, у меня волосы встали дыбом. Офигеть, посмотрите! Немейский лев! Ё-моё! Не-не-не, я на такой не соглашался! Я же думал, тут будут гладиаторы, блин! А ну-ка, слуха попробуем сейчас! От него стрелы отскакивают! Блин, это жесть! Окей, у меня есть молния Зевса. Офигеть, я снял ему совсем мало хп! Окей, есть ещё вот эта штука, попробуем её тоже. Так-так-так, вот эта вот штука неплохая, вот эта штука неплохая. Но всё равно, посмотрите, как мало я ему снял хп! Битва шла целый день. Моментами этот лев чуть меня не убивал. Я пробовал даже сражаться с ним в рукопашную, и это была не самая лучшая идея. Окей, он чуть-чуть медленнее меняет, а радует. Так, чуть-чуть пробьём ещё молнии Зевса. Ё-моё, мне даже отсюда не выбраться, я даже блоков с собой не взял. В целом, он наносит мне не так уж и много урона, можно попробовать его сейчас уничтожить. А ну-ка давай, пробьёшь мой щит или нет? Ага, нифига не пробьёшь мой щит. Пытается запрыгнуть, ребят, на меня, не получится у тебя ничего. Так, ребята, у него осталось совсем чуть-чуть хп, сейчас попробуем его добить. Молней? Вообще чуть-чуть, просто ни о чём. Окей, ребята, всё, у меня окончились заряды. Я думаю, да, это был последний заряд, но нам осталось совсем чуть-чуть. Ну что, добьём в рукопашную, погнали! Окей, мне упала шкура немейского льва. Её можно одеть, ребята, посмотрите. Офигеть! Офигеть, как это круто выглядит, ё-моё! Определённо это стоило того. По итогу она прибавляет 4 брони и 5 сопротивлений отбрасыванию. Всё, ворота открылись, я думаю, что можно идти потихоньку домой. Так, гоблины и скелеты вы мне уже не страшны, всё, гуляйте. Офигеть, это очень крутая броня. Спасибо, что посмотрели первую серию 100 дней выживания в Древней Греции. Если вам понравилось это выживание и вы хотите продолжения, поддержите обязательно лайком. Давайте наберём 50 тысяч лайков. Не забывайте покупать мой мерч, а также включать уведомления. Всем удачи, до новых встреч, пока!